Приветствую. Недавно один мой знакомый, бывший наркоман, ну как бывший, он пытается им быть, вышел из репцентра одного. Ну я и расспрашиваю его, что да как. И среди прочего он рассказал. Батюшка, меня одна тема заинтересовала в реабилитации. Называется шкала эмоциональных тонов. И вот мне прям совсем понравилось. Как показали дальнейшие события, не шибко-то ему все это помогло, к сожалению. Но тогда он был полон надежд, и меня тоже заинтересовало. Я задумался, что это за школа эмоциональных тонов такая. Надо познакомиться, поскольку руковожу братством трезвости, и в принципе могла бы эта штука, наверное, помочь в реабилитации страждущих. Начал знакомиться. Поначалу ничего не вызвало подозрений, даже кто-то из батюшек этой темы касался. Что говорит психология? Мы дивимся цей фильм, так? Там было показано нам так званые эмоциональные тоны. Как оказалось, в дальнейшем батюшка не совсем настоящий. Царь! Не настоящий! То есть он, получается, был в католической церкви Киевского патриархата, а потом и оттуда ушел в раскол. Но поначалу я слушал без критической оценки. Да, мне показалось это несколько утопично. Некоторые моменты показались необоснованными. Но это все по мелочам, а в целом лектор рассказывала задорно, радостно. Опять-таки выступала она в каком-то учебном заведении, что тоже несколько притупляет критическое восприятие, поскольку есть надежда, что к подросткам-то абы кого не пустят, хотя вспомнить 90-е кого только не пускали. Даже почему-то поначалу не насторожило, когда лектор сказал, что вот там вверху эмоциональной шкалы у человека вообще все хорошо, он не болеет и прям здорово у него. Ну думаю, наверное, просто гиперболизирует лектор. Кстати, тот псевдобачка тоже о таком говорил. А панацея от всего. Не, конечно, могу согласиться, что эмоциональное состояние влияет на физическое состояние человека. Но заявлять о том, что если ты оптимист и ничем не заболеешь, как-то, по-моему, сильно самонадеянно. Чем выше этот эмоциональный тон, тем мы здоровее, тем нам лучше в всех отношениях. И на наивыщих эмоциональных тонах людина взагалі не хворіет. Ничего страшного, думаю, дослушаю. Вроде, несмотря на все недочеты, в целом весьма любопытно. Вот. И тут лектор прям как-то расставила все на свои места буквально в одном предложении. Она говорит, что таблицу эту разработал один американский ученый Рон Хаббард. Для тех, кто не знает, Хаббард – это американский писатель-фантаст. После издания нескольких книг высказался, что на книгах много не заработаешь. И создал свою секту. Псевдонаучную секту, которую назвал Саентология. В общем, школа эмоциональных тонов оказалась частью учения жесткой тоталитарной секты. Так что, оказывается, всегда надо быть внимательным с новым материалом. Поэтому такую систему, как школа эмоциональных тонов, никому не могу рекомендовать. Саентология – это жесть. Под видео размещу ссылки на Дворкина. Это известный наш сектовед, он по саентологии высказывался. Также размещу ссылку на Дмитрия Пучкова. У него в костях была журналист Дарья Варновская, которая внедрилась в эту секту. Жила там и про нее может тоже достаточно интересно рассказать. А с вами был яромонах Александр Митрофанов. Будьте внимательны и благоразумны. Не попадайте в секты. Ну и, как всегда, если хотите поддержать проект, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки. До встречи в эфире!